7 человек погибли, 17 ранены. Это мариупольские потери сегодня. Ильвина Сидбулаева с нами на связи. Илья, расскажи подробно, что произошло. Да, Наталья, под Мариуполем звуки залпов тяжелых орудий сегодня не умолкают. Стреляют как из минометов, так и из градов. Около трех часов дня в поселке Сартана снаряд попал в мирных жителей. Они возвращались в похорон. На месте сразу погибли 5 человек, еще двое скончались. По дороге в больницу 17 получили ранения. В блокпосты в районе поселков Толоковка, Сартана, Павлополь неоднократно подвергаются обстрелам. Потому что ребята уверены, стреляют со стороны подконтрольных боевиками ДНР территории. Мариупольцы говорят такое ощущение, что снаряды пролетают прямо над их крышами. Кананаду было слышно во всех районах города. То подвал, то с подвала. У меня мать лежачая лежит. Не встает. Все соседи знают, что мать лежит. Я, конечно, не брошу ж мать. Вот и сижу с ней, дрожу вся. В результате вчерашних обстрелов по нашим блокпостам снаряд попал и по жилым домам. Хозяин одного из них, Валерий, просто не узнал свое жилье. Строл его он 20 лет. В считанные минуты остался без крыши над головой. Ну разве так можно, ребят? У меня пять внуков. Я им строил. Так нельзя делать. Нельзя. Которые заработаны трудом. Не идея. Трудом заработаны. Куплены трудом. И в один миг она разрушается все. По данным наших источников, российские войска проводят ротацию. В районе Новоазовска прибывают колонны с боеврипасами и снаряжением из России. Со стороны села Федоровка, это Ростовская область, границу пересекли по меньшей мере 10 грузовиков. Колонны направляются в сторону Новоазовска. Мы продолжаем следить за развитием событий в Мариуполе. Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева о потерях в Мариуполе и пригороде сегодня.